В Гороховой улице, в одном из больших домов народонаселения, которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Это был человек лет 32 или 3 от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. Иногда взгляд его упомрачался выражением будто усталости или скуки, но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души. А душа так открытая и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы и руки. И поверхностно-наблюдательный холодный человек, взглянув мимоходом на Обломова, сказал бы, добряк должен быть, простота. Человек поглубже и посимпатичнее, долго вглядываясь в лицо, его отошел бы в приятном раздумье и с улыбкой. Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный, или казался таким, может быть потому, что Обломов как-то обрюз к неполитам, от недостатка ли движения или воздуха, а может быть того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому свету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины. Движения его, когда он был даже встревожен, сдерживались также мягкостью и, не лишенную своего рода грации, ленью. Если на лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали и испуга. Но редко тревога эта застывала в форме определенной идеи, еще реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии или в дремоте. Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу. На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава по неизменной азиатской моде шли от пальцев к плечу все шире и шире, хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный естественный лоск другим, благо приобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани. Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств. Он мягок, гибок, тело не чувствует его на себе, он как послушный раб покоряется самым малейшему движению тела. Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил просторы при воле. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие. Когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу. Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было его нормальным состоянием. Когда он был дома, а он был почти всегда дома, он все лежал и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день, когда человек мел кабинет его, чего всякие не делалось. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, а шторы спущены. Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранной. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковой материей, красивые ширмы с вышитыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей. Но опытный глаз человека с чистым вкусом, одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание кое-как соблюсти декорум неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. Задок у одного дивана оселся вниз, наклеенное дерево местами отстало. Точно так же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи. Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так холодно и рассеянно, как будто спрашивал глазами, кто сюда натащил и наставил вот все это. От такого холодного воззрения обломова на свою собственность, а может быть и еще от более холодного воззрения на тот же предмет его слуги, Захара, Вид кабинета, если осмотреть там все повнимательнее, поражал господствующего в нем запущенностью и небрежностью. По стенам около картин лепилась в виде фистонов паутина, напитанная пылью. Зеркала, вместо того, чтобы отражать предметы, могли бы служить скорее скрижалями для записывания на них по пыли каких-нибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежала забытое полотенце. На столе редкое утро не стояла неубранная от вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточкой, да не валялись хлебные крошки. Если бы не эта тарелка, да не прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или не сам хозяин, лежавший на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет. Так все запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия. На этажерках, правда, лежали две-три развернутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями, но страницы, на которых развернуты были книги, покрылись пылью и пожелтели. Видно, что их бросили давно. Номер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжанием испуганная муха. Илья Ильич проснулся против обыкновения очень рано, часов в восемь. Он чем-то сильно озабочен. На лице у него попеременно выступал не то страх, не то тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь. Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни, от своего старосты, письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях может писать староста. Ни урожай, ни доимки, уменьшение дохода и так далее. Хотя староста и в прошлом, и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но и это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз. Легко ли? Предстояло думать о средствах к принятию каких-нибудь мер. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он по первому неприятному письму старосты, полученному несколько лет назад, уже стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в порядке управления своим имением. По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был еще далеко не весь обдуман. А неприятные письма старосты ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов сознавал необходимость до окончания плана предпринять что-нибудь решительное. Он, как только проснулся, тотчас же вознамерился встать, умыться и, напившись чаю, подумать хорошенько, кое-что сообразить, записать и вообще заняться этим делом как следует. С полчаса он все лежал, мучаясь этим намерением, но потом рассудил, что успеет еще сделать это и после чаю, а чай можно пить пообыкновенную в постели, тем более, что ничто не мешает думать и лежать. Так он и сделал. После чаю он уже приподнялся со своего ложа и чуть было не встал, поглядывая на туфли. Он даже начал спускать к ним одну ногу с постели, но тотчас же опять подобрал ее. Пробила половина десятого, и Илья Ильич встрепенулся. «Что же это я в самом деле?» — сказал он вслух с досадой. «Надо совесть знать, пора за дело. Дай только волю себе, так и...» «Захар!» — закричал он. В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала точно ворчание цепной собаки, потом стук спрыгнувших откуда-то ног. Это Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно проводил время, сидя погруженный в дремоту. В комнату вошел пожилой человек в сером сюртуке с прорехою подмышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете с медными пуговицами, с голым колено-черепом и с необъятно широкими и густыми русами с проседью бакенбардами, из которых каждый стало бы на три бороды волос. Захар не старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма, в котором он ходил в деревне много лет назад. Платье ему шилось по вывезенному им из деревни образцу. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабое воспоминание ливреи, которую он носил некогда, провожая покойных господ в церковь или в гости. А ливрея в воспоминаниях его была единственной представительницей достоинства дома Обломовых. Более ничто не напоминало старику барского широкого и покойного быта в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и чай валяются где-нибудь на чердаке. Предания о старинном бытии и важности фамилии все глохнут или живут только в памяти немногих оставшихся в деревне стариков. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук, в нем, да еще в кое-каких признаках, сохранившихся в лице и манерах барина, напоминавших его родителей, и в его капризах, на которые он, хотя и ворчал, но которые между тем уважал, как проявление барской воли, господского права, видел он слабые намеки на отжившее величие. Без этих капризов он как-то не чувствовал над собой барина. Без них ничто не воскрешало его молодости, деревни, которую они покинули давно, и преданий об этом старинном доме, единственной хронике, веденной старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род. Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит в своей стороне, но потом, бог знает отчего, все беднел, мельчал и, наконец, незаметно потерялся между нестарыми дворянскими домами. Только посидевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем, дорожа ею, как святынью. Вот отчего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве своем много старых слуг с этими старинными аристократическими украшениями. Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец, он кашлянул. — Че ты? — спросил Илья Ильич. — Но ведь вы же звали. — Звал? — Зачем же это я звал? Не помню, — отвечал он, потягиваясь. — Поди-ка пока к себе, а я вспомню. Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме. Прошло с четверть часа. — Ну, полно лежать, — сказал он. — Надо же встать. А, впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану. — Захар! Опять тот же прыжок и ворчание. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и, наконец, пошел к дверям. — Куда же ты? — вдруг спросил Обломов. — Вы ничего не говорите. Так что же тут стоять-то даром? — захрипел Захар за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил со старым барином и когда ему дунуло будто бы сильным ветром в горло. Он стоял в полуборота среди комнаты и глядел стороной на Обломова. — А у тебя разве ноги отсохли? Что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен, так и подожди. Не залежался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел? — Какое письмо? Я никакого письма не видал, — сказал Захар. — Ты же от почтальона его принял. Ну, грязное такое. — Куда же его положили? Почем мне знать? — говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе. — Ты никогда ничего не знаешь. Там в корзине, посмотри. Или, может, завалилась за диван. Вот, спинка-то у дивана до сих пор не починена, чтоб тебе призвать стали рада починить. Ведь ты же изломал. Ни о чем не думаешь. — Я не ломал, — отвечал Захар. — Она сама изломалась. Не век же ей быть. Надо когда-нибудь изломаться. Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное. — Ну, нашел, что ли? — спросил он только. — Вот какие-то письма есть. Это не те. — Ну, так нет больше других, — говорил Захар. — Ну, хорошо. Иди, — с нетерпением сказал Илья Ильич. — Я встану, так сам найду. Захар пошел к себе, но только он уперся было руками о лежанку, чтобы прыгнуть на нее сверху, как опять послышался торопливый крик. — Захар! — Ах ты, господи! — заворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. — Что же это за мучение такое? Хоть бы смерть скорее пришла. — Чего вам? — сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и, глядя на Обломова в знак неблаговоления до того стороной, что ему приходилось видеть барина в полглаза. А барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы. — Носовой платок дай скорее. Сам бы мог догадаться, не видишь, что ли? — строго заметил Илья Ильич. Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказания и упреки барина, находя, вероятно, со своей стороны и то и другое весьма естественным. — А кто его знает, где платок? — ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит. — Все теряете, — заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтобы посмотреть, нет ли там. — Куда ты пошел-то? Здесь ищи. Я третьего дня там не был. Да скорее же, — говорил Илья Ильич. — Где платок? — Нету платка, — говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. — Да вон он, — вдруг сердито захрипел он, — под вами. Вон конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка. И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного опромаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым. — Какая у тебя чистота везде? Пыли-то, грязи-то, боже мой. Вон, вон, погляди в углах-то. Ничего же не делаешь. — В школе я ничего не делаю, — заговорил Захар обиженным голосом. — Стараюсь, жизни не жалею. И пыль-то стираю, и мету-то каждый день. Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал. — Вон, вон, — говорил он, — все подметено, прибрано словно к свадьбе. Чего еще надо? — А это что? — прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. — А это? — он указал на брошенное со вчерашнего дня полотенце и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба. — Ну, это, пожалуй, и уберу, — сказал Захар, снисходительное, взяв тарелку. — Только это? А пыль по стенам? А паутина? — говорил Обломов, указывая на стены. — Это я к святой неделе убираю. Тогда образа чищу и паутину снимаю. — А книги? Картины обмести? — Книги и картины перед Рождеством. Тогда с Анисией все шкафы переберем. — А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите. — Ну, я иногда в театр хожу, это в гости, вот бы. Что за уборка ночью? Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул. А Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал. — Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам. А Захар чуть ли не подумал, а врешь. Ты только мастер, говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе нет дела. — Понимаешь ли ты, — сказал Илья Ильич, — что от пыли заводится моль. Я иногда даже вижу клопатом. — Но у меня и блохи есть, — равнодушно отозвался Захар. — Разве это хорошо? Ведь это же гадость, — заметил Обломов. Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно. — В чем же я виноват, что клопы на свете есть? — сказал он с наивным удивлением. — Разве же я их выдумал? — Это от нечистоты, — перебил Обломов. — Что ты все врешь? — Ну и нечистоту не я выдумал. У тебя вон там мыши бегают по ночам, я слышу. И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, их везде много. Как же у других не бывает ни моль, ни клопов? На лице Захара выразилась недоверчивость, или лучше сказать покойная уверенность, что этого не бывает. — У меня всего много, — сказал он упрямо. — За всяким клопом не усмотришь, щелку к нему не влезешь. А сам, кажется, думал. Да что за спаньо без клопа? — Ты мети, выбирай ссор из углов, и не будет ничего, — учил Обломов. — Уберешь, а завтра опять наберется, — говорил Захар. — Не наберется, — перебил барин. — Не должно. — Наберется? Я знаю, — твердил слуга. — А как наберется, опять вымите. — Как это? — Всякий день перебирай все углы, — спросил Захар. — Да что же это за жизнь? Лучше пусть бог по душу придет. — Отчего же у других чисто, — возразил Обломов. — Посмотри напротив у настройщика. — Люба взглянуть. А всего одна девка. — А где немцы ссору возьмут? — вдруг возразил Захар. — Вы поглядите-ка, как они живут. Вся семья целую неделю гложет кость. Сюртук с плеч отца переходит на сына, а сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие, все поджимают под себя ноги, как гусыни. Где им ссору взять? У них нет этого вот, как у нас, чтобы в шкафах лежала по годам куча старого изношенного платья. Или набрался целый угол корок хлеба за зиму. У них и корка зря не валяется. Наделают сухариков, да с пивом сидят и пьют. Захар даже сквозь зубы сплюнул, рассуждая о таком скаридном житье. — Нечего разговаривать, — возразил Илья Ильич. — Ты лучше убирай. — Иной раз я убрал бы. — Да вы же сами не даете, — сказал Захар. — Опять ты за свое. Все видишь, я тебе мешаю. — Конечно, вы. Вы все дома сидите, как при вас станешь убирать. Уйдите на целый день, так я уберу. — Вот еще выдумал уйти. Поди-ка ты лучше к себе. — Да право, — настаивал Захар. — Вот хоть бы сегодня ушли, а мы бы с Анисией тут все убрали. И то не управимся вдвоем, надо еще баб нанять. Перемыть все. — Эээ, какие затеи. Баб ему. Ступай, — говорит Илья Ильич. Он уже был не рад, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронешь этот деликатный предмет, как не оберешься хлопот. Обломову и хотелось бы, чтобы было чисто. Да он бы желал, чтобы это сделалось как-нибудь так незаметно. Само собой. А Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали требовать от него сметание пыли и мытья полов. Он в таком случае станет заказывать необходимость громадной возни в доме, зная хорошо, что одна мысль об этом приводила барина в ужас. Захар ушел, а Обломов погрузился в размышления. Через несколько минут пробило еще полчаса. — Что это? — почти с ужасом сказал Илья Ильич. — Одиннадцать часов скоро. А я еще не встал и не умылся. — Захар! Захар! — Да ж ты, боже ж ты мой, ну! — послышалось из передней и потом известный прыжок. — Умыться готово? — Готово давно, — отвечал Захар. — Чего вы не встаете? — Что же ты не скажешь, что готово? Я бы уже и встал. — Пойди, я сейчас иду вслед за тобой, мне надо заниматься, а сяду писать. Захар ушел, но через минуту воротился с исписанной замасленной тетрадкой и клочками бумаги. — Вот, коли будете писать, так, барин, уж, кстати, извольте исчеты проверить. Надо деньги заплатить. — Какие исчеты? — Какие деньги? — с неудовольствием спросил Илья Ильич. — От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника. Все денег просят. — Только о деньгах и забота, — ворчал Илья Ильич. — А ты что понемногу не подаешь счеты, а все вдруг, а? — Вы же ведь все прогоняли меня завтра, да завтра. — Ну так и теперь? Разве нельзя до завтра? — Теперь нет. Очень пристают, больше не дают в долг. Нынче первое число. — Ах, — с тоской сказал Обломов. — Новая забота. — Ну что ты стоишь, положи на стол, я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, — сказал Илья Ильич. — Так умыться-то готово? — Да давно готово, — сказал Захар. — Ну, теперь-то да умоюсь. Он начал было кряхтя приподниматься на постели, чтобы встать. — Я забыл вам сказать, — начал Захар. Давиджа, как вы еще почивали, управляющий дворника прислал. Говорит, непременно надо съехать, мол, квартира нужна. — Ну что ж такое, если нужна, так разумеется съедем. — Что ты пристаешь ко мне, уж третий раз говоришь об этом? — Ко мне пристают тоже. — Скажи, что съедем. — Они говорят, вы уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете. Мы, говорит, полиции дадим знать? — Пусть дают знать, — сказал решительно Обломов. — Мы и сами переедем, как потеплее будет. Недели через три. — Куда недели через три? Управляющий говорит, что через две недели рабочие придут ломать. Съезжайте, — говорит, — завтра. — Э-э-э, завтра, еще чего, не сейчас ли? А ты мне не смей напоминать о квартире. Я уж тебе запретил раз, а ты опять начал. Смотри у меня. — Что же мне делать-то? — отозвался Захар. — Что делать? — Вот он чем отделывается от меня, — отвечал Илья Ильич. Он меня спрашивает. — Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там как хочешь, так и распорядись. Только чтоб не переезжать. Не может постараться до барина. — Да как же я, батюшка Илья Ильич, распоряжусь? — начал мягким сипением Захар. — Дом-то не мой. Как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я бы с великим и моим удовольствием. Нельзя ли их уговорить как-нибудь? Мы, дескать, живем давно, платим исправно. — Говорил, — сказал Захар. — Ну, что же они? — Что наладили свое? Переезжайте, говорят, нам нужно квартиру переделывать. Хотят из докторской и из этой одну большую квартиру сделать. К свадьбе хозяйского сына. — Ах ты ж, боже мой, — с досадой сказал Обломов. — Ведь есть же такие ослы, что женятся. Он повернулся на спину. — Вы бы написали, сударь, к хозяину-то, — сказал Захар. — Может быть, он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать. Захар при этом показал рукой куда-то направо. — Ну, хорошо, как встану, напишу. Ты ступай к себе, а я подумаю. — Ничего ты не умеешь делать, — добавил он. Мне и об этой дряни надо самому хлопотать. Захар ушел, а Обломов стал думать. Но он был в затруднении. О чем думать? Описьмели старосты, опереездили на новую квартиру. Приняться ли ему сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь сбоку-набок. По временам только слышались отрывистые восклицания. — Боже мой, да трогает жизнь, пизде достает. Неизвестно, долго ли бы еще пробыл он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок. — Уж кто-то пришел, — сказал Обломов, кутаясь в халат. — А я еще не вставал, срам да и только. Кто бы это так рано? И он, лежа с любопытством, глядел на двери. — Субтитры создавал DimaTorzok